Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь не у себя в деревне жителей номер 13, я нахожусь, ну, судя по всему, знаете, возле какой-то бездны, и в принципе, я немного прав, потому что прямо сейчас я нахожусь на краю самого настоящего моста, ребята. Моста, на котором мы сегодня с вами должны не то, чтобы выжить, а можно даже сказать, ну, пройти Майнкрафт, что ли. Здесь есть абсолютно всё, ребята, все этапы игры, но я не могу, к сожалению, запрыгнуть на вот эти вот перила, такие, кстати, довольно-таки красивые, но поверьте мне, я думаю, что сегодня будет интересно. В общем-то, на этом мосту есть всё самое необходимое для выживания, то есть просто мир, который, как бы, знаете, скопировали и вставили именно сюда. Здесь у нас растёт дерево, ребята, именно с дерева начинается любое выживание в Майнкрафте, грядки, даже вот такая вот шахта есть, в общем-то, я думаю, что будет сегодня интересно. Также, ребята, я заранее извиняюсь за свой голос, он немного хрип, дело в том, что я немного приболел, и говорить мне на самом деле не очень-то удобно, но ролик в любом случае должен выйти, поэтому я извиняюсь за разного рода, знаете, там, запинки, отдышки и так далее и тому подобное. Я в любом случае уверен, что всё будет замечательно. Тем временем я уже добыл, ребята, пять дуба, скрафтил доски и даже уже создал рабочий стол и получил соответствующее достижение в правом верхнем углу. Окей, хорошо, значит, дальше создаём с вами самую обыкновенную деревянную кирочку, она нам, конечно же, понадобится, а вот нужна ли нам с вами лопата, ребята, этого я, если честно, не знаю. Ладно, давайте ещё грядки добудем, чтобы, знаете, прям вообще всё идеально было. Так, замечательно, восемь пшенички у нас есть и можно даже скрафтить себе немного хлеба. И ещё осталось две пшеницы. Окей, и тут же, ребята, знаете, как-то слишком быстро всё развивается, мы тут же буквально через пару секунд уже уходим в шахту. И ё-моё, тут очень много ресурсов, ребята, и уже есть алмазы. Но, естественно, для того, чтобы их добыть, нам необходимо с вами ещё кучу всего сделать. Например, сделать печку как минимум, потом уже слитки железные и так далее и тому подобное. В общем-то, задачи у нас ещё с вами на самом деле огромное-огромное количество. Я тем временем добываю очень много булыжника, чтобы у нас был запас. И, конечно же, нам необходимо скрафтить себе сейчас печку, о которой я говорил несколькими секундочками ранее. Мы устанавливаем её вот сюда, ну и, конечно же, уже по классике, ребята, делаем каменную кирку. Всё, замечательно. Теперь уже можно переходить к более дорогой, так скажем, руде, уже более высокого тира. Это железо. Сколько у меня его уже... Ну, два слитка. Ну, два руды или как две руды, господи. Я что-то реально, ребята, настолько сильно приболел, что путаюсь в словах. Но здесь железа на самом деле много. И я вот не знаю, есть ли смысл добывать его. Опа. А вот это проблема. Судя по тому, что здесь стоит обсидиан, нам необходимо его разрубить для того, чтобы перейти как бы на следующую локацию. И это довольно-таки нестандартное решение. Я-то думал, мы просто провяжем, но нет. Всё не так уж просто и всё не так уж и быстро. Необходимо теперь дождаться, пока переплавится железная руда. Давайте пока что подготовим палочки, чтобы зря не терять время. И посадим, наверное, дуб. Ну, чтобы, знаете, точно всё было замечательно. И ещё один росточек, слушайте. Окей, неплохо. Дерево, как известно, лично не бывает. Да, господи, сколько его выпадает. Обалдеть. Просто целых три рассказа одного дерева. Это, мне кажется, большая удача. Так, три железных слитка, ребята, готовы. Мы можем скрафтить с вами железную кирку и уже сейчас добывать алмазы. Ну, для того, чтобы, естественно, естественно скрафтить себе алмазную. Только вопрос, а где у нас тут третий алмазик? Так, ага, вот он. Замечательно, ребята. А то я уж, знаете, начал переживать, что нас с вами кинули. И никакой алмазной кирки нам с вами не видать. Но, в принципе, проблема решена. А теперь у меня просто огромное количество кирок, ребята. И я могу, наверное, каждый день менять ее. Потому что у меня и деревянная целая, и каменная. Железная только три блока успела сломать. И теперь у меня полностью целая алмазная. Так, хорошо. Окей. Один блок обсидиана очень даже быстро отвалился, ребята. Поэтому тут же переходим ко второму. И, естественно, проходим сразу же дальше. Опа! А тут нас с вами ждет другой биом. И, блин, вот этот песок на самом деле очень, очень противный. Это зыбучие пески, ребята. И если туда попасть, я вам так скажу, с жизнью своей я тут же попрощаюсь. В остальном, я вот не знаю, наверное, я бы еще скрафтил себе какую-нибудь либо броню, либо железный меч. Ну, как минимум. Чтобы у меня было вообще чем обороняться, так скажем. И, как я понимаю, там у нас будет ТНТ ран или что-то типа такого. Нам необходимо быстро пробежать для того, чтобы, ребята, в принципе, выжить. Опа! Интересная задачка. Я пока что быстренько возвращаюсь за слитками. Переплавилось уже, в принципе, все то, что мне так необходимо. И я все-таки действительно скрафчу себе железный меч. Лишним он не будет, но жизнь, возможно, мне спасет. Все личное я выбрасываю. Немного чищу свой инвентарь, чтобы было, знаете, более красивенько. И, наверное, ребята, в принципе, все. Ну, можно еще, конечно, скрафтить себе железный топор какой-нибудь или железную лопату. Но, наверное, вряд ли я буду этим заниматься. Забираем с собой печку. Забираем с собой, на всякий случай, верстак, ребята. И идем прямо туда, в песчаный биом. Самое главное, опять же, не попасть в эти зыбучие пески. Так, пропрыгиваем, ребята, нормально. Тихо-тихо-тихо, чуть не упал. То, что я вам и говорил, ребята. Быстренько добываем обсидиан. И переходим уже на третью, я так понимаю, локацию. Первая оттуда, откуда мы стартанули. А вторая, в принципе, это вот эта вот песчаная конструкция. Первый обсидиан упал. И, опа. Вот это уже интересно. Впереди у нас адская локация, где я вижу зомбарей, ребята. Все-таки, знаете, хорошо, что я скрафтил себе железный меч. Будем потихоньку выходить. И я надеюсь, ребята, что у меня получится выжить. Ё-моё. Это было жестко. Это было очень жестко. Благодаря этот спавн-поинт поставился. Так, ну-ка, до свидания. До свидания. Господи, это просто трэш, как их много. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Разбираемся со всеми по очереди, ребята. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я убиваю просто всех подряд. И вроде как получилось. Остался один маленький свинозомбик. И я его ударить не могу. Чё за фигня? Тихо-тихо. Проходим, проходим, проходим. Застраиваю себя. Всё, пошли все нафиг. Это самая какая-то обезбашенная ситуация сейчас была. Я потихоньку начинаю выбираться. И вроде как я их всё-таки всех до конца перебил. Но почему я не мог ударить свинозомбика? Я, если честно, не знаю. Слушайте, меня эта ситуация, ребята, эта карта, это вообще этот мост пугает с каждым разом всё больше и больше. Тут ещё был какой-то сундук с двумя золотыми яблоками. Причём зачарованными. И, видимо, по логике я должен был до него добежать для того, чтобы себя отхилить. Но, благо, у меня установился автоматический спавн-поинт. Это просто трэш, ребята. Это просто невероятный трэш. Честное слово. Я так в жизни ещё, наверное, не пугался. Я просто бегаю, проверяю, не уронил ли я чего-то интересного. Потому что с этих мобов мне выпало 6 стержней Ефрита. И, знаете, по сути, я понимаю, для чего. Это имитация как бы настоящего выживания. Чтобы я, типа, скрафтил портал в Эндер Край, Око Эндер и так далее. Но здесь мне не нужен никакой портал в Эндер Край. Мне достаточно сломать только два блока обсидиана. И я прохожу в Эндер Ада Обычный Мир. Почему я это сказал? Да потому что здесь все блоки из трёх биомов. И самое интересное, что дракончик-то безобидный, в принципе. Слушайте. Блин, он довольно-таки милый, но он реально безобидный. А в чём тогда суть? Обычно Майнкрафт заканчивается тогда, когда убиваешь Эндер Дракона. И ты считаешься человеком, который его, в принципе, прошёл. Но сейчас я не особо понимаю, что мне с этим делать, ребят. С одной стороны, я вроде как прошёл абсолютно всё. Я даже здесь бегать теперь могу. Но с другой ситуацией как-то я не понимаю. Мне, может, какую-то награду должны за это дать. Я не знаю, сундучок или это теперь мой дракон. Я действительно слабо понимаю. Ну давайте попробуем разобрать тут всё. Но в принципе нет, 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 ребята. Нет и ещё раз нет. Если я вдруг захочу здесь сейчас закончить, ребята, то мне только вниз. И, естественно, этот вариант мне не подходит. И, блин, очень много вопросов у меня сейчас возникает. И, кстати, пока мы с вами гуляли, ребята, у нас выросло три просто гигантских дерева. Вы только посмотрите на это. Одно из них просто огромное. Два, ну, такие, знаете, обычные, увесистые, уверенные в себе деревья. Обалдеть просто. И это всё настолько быстро произошло. Может, я не знаю, какую-то руду не добыл или что-то подобное. Хотя, судя по всему, ребята, я действительно сделал всё, что этот мост для меня сегодня с вами подготовил. Это было, получается, четыре абсолютно разных биома, которые мы сегодня с вами благополучно прошли и, самое главное, выжили. Конечно, была у нас там одна заминочка, где мне тут свинозомби с эфритами просто, ребята, знаете, застопили, завалили, просто поиздевались надо мной. Но это не важно. Самое важное, что ролик получился довольно-таки интересным. Я сейчас по максимуму убираю, ребята, всё то, что может мне каким-то образом навредить, для того, чтобы безопасно закончить это видео. На фоне вот этого приятного, знаете, самое главное, доброго и мирного эндер-дракона. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, а также нажимать на колокольчик. Это действительно важно. Последнее время очень мало зрителей заходит на мой канал, и многим не приходит уведомление, поэтому обязательно проверьте, чтобы у вас включен был колокольчик. Ну и, конечно же, заходите завтра для просмотра нового ролика, благо они здесь выходят каждый день в 17 часов по московскому времени. Всем удачи, ребята, и пока. Ну-ка, дракончик, может ты тоже пока скажешь? Видимо, нет. Субтитры сделал DimaTorzok